Вторые сутки метёт, а? Вот и кошка моя, Игнатьич. Сбрелась со двора и пропала. Вот одно к одному, а? Хорошая игра актёров, изумительное пение и музыка. Этот спектакль вызывает желание задуматься. Так оценила постановку Владимирского театра кукол «Матрёнин двор» вдова Александра Солженицына, известный общественный деятель Наталья Солженицына. Ну что же, впечатление нервничное, очень сильное. Я бы сказала, что это всё создаёт Матрёна. Даже вот не Александр, который я написал, а сама Матрёна. Это вот как-то ваш спектакль только лишний раз доказывает, насколько не стоит село без правильника. Вдова всемирно известного писателя приехала во Владимирно-Всероссийский библиотечный конгресс, который проходит в нашем регионе. В беседе со зрителями Наталья Дмитриевна призналась, на Владимирскую землю она всегда приезжает с большим удовольствием. Ну, вообще, я очень рада бывать здесь. В Владимире, в Безиновке, в Суздале. В общем, эта земля какая-то особенная. То есть у нас много замечательных мест. Ну вот, короче говоря, люблю у вас бывать. И рада с вами поговорить на любую тему, которая у вас закончится. Наталья Сожженецна напомнила, что Александр Исаевич приехал в посёлок Мизиновский Гусь-Хрустального района после 11 лет лагерей и поселений в Казахстане. Он был счастлив оказаться в Центральной России и услышать настоящий русский язык. Ну, вообще, имейте в виду, что вы-то сидите на огромном, волшебном, счастливом сундуке, потому что вам доступно слышать и в какой-то мере сохранять изумительный язык, которого вот на юге России нет. Постановку посетили участники библиотечного конгресса и ученики школы посёлка Мизиновский, в которой работал Солженицын. В своей школе ребята тоже поставили спектакль по рассказу писателя, поэтому живо воспринимали то, что происходило на сцене. Фадей! Матрёна! Ефим! Если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих! Школьников интересовало мнение Солженицыной о раскрытии актёрами главных образов. Я хочу спросить вас, смогла ли создать актриса образ Матрёны? Матрёна, знаете, очень, очень замечательная актриса, замечательно играет, очень убедительно и с ней переживаешь всё. Вот это, по-моему, большой, большой успех. На встрече много говорили и о роли Солженицына для России, о его произведениях, которые служат достойным примером для воспитания подрастающего поколения. Например, ребята сейчас очень часто обращаются в сочинениях, а их довольно-таки много уже в школе, обращаются к теме Солженицына. Это прекрасный публицист, это прекрасный общественный деятель, и на его словах, конечно, надо учиться. Ну и самая главная фраза, которую я люблю, «Жить не по лжи». Татьяна Гордела, Виталий Сергеев, Губернии, 33.